Данное видео создано в развлекательных целях, все показанное сегодня по забросу. Штребух! Всем привет, ребят! С вами Штребух, расхититель помойки. И после восстановления гаража, меня помоечка снова кормит. Кстати, кто не видел обзор гаража, посмотрите, вот он. Я уже успел насобирать на помойках большое количество находок. Сейчас я вам покажу все самое отборное с помоечки. А все то, что недостойно обзора, отправится на барахолку. Все уже упаковано в эти сумки. Кто со мной не знаком, говорю так, меня кормит помойка, дарит и балует крутыми находками. А еще помойка меня удивляет и дарит на вид абсолютно новое колесо переднее для велосипеда, 26 диаметра. Данное колесо продастся рублей за 800 на авито. А еще были найдены оригинальные наушники от бренда Sony. Модель наушников на экране. Только вот проблема, данные наушники не работают, потому что вот здесь оторвался провод, но это можно легко починить. Ну а после того, как я их починю, продам на авито рублей за 500. А еще помойка порадовала старым компьютерным железом. Во-первых, был найден старый блок питания на 450 ватт, в котором нет дополнительного штекера для питания видеокарты. Также была найдена старая материнская плата под сокет АМ3. В принципе, плата неплохая, но очень старая, поэтому не актуальная. А вторая материнка еще хуже, чем первая. Вот эту материнку продам рублей за 500 на авито, а вот эта материнка, скорее всего, на авито не продастся, поэтому я ее продам на барахолке рублей за 50. Было найдено в помойке два мотка абсолютно новой RGB ленты. В комплекте даже был пульт, блок управления RGB лентой, а также был блок питания. Самое крутое, что мне как раз в гараже нужна была RGB лента. Я ее планировал покупать. Один моток примерно вот такой ленты с пультом и с блоком управления стоит минимум рублей 400. А тут как раз помойка как будто чувствует то, что я хочу и подарила мне абсолютно новую RGB ленту. Это супер круто, теперь мне ее не придется покупать. Теперь помимо того, что у меня есть RGB лента под столом, у меня будет RGB лента еще и вот здесь. Супер, помоечка радует как обычно. Было найдено 8 рабочих светильников, которые я в будущем установлю по бокам стола и будет дополнительная подсветка. Помойка дарит освещение в гараже. Нашел в помойке небольшое количество кукол и различных игрушек. Вот эти игрушки мне понравились больше всего, я думаю их продать получится за нормальные деньги. Ну а куклы вроде бы называются куклы лол, в принципе их тоже можно будет продать на рынке по 10 рублей за одну штучку. А вот эта кукла даже с подсветкой. Плюс накачанными губами. Может быть даже весь этот чемоданчик кто-то купит рублей за 300. А из вот этих игрушек мне больше нравится вот этот динозавр. Видно, что он качественный и смотрится офигенно. А еще были найдены ролики. Сейчас как раз сезон, их скорее всего купят на авито рублей за 500. В принципе они целые, конечно же их нужно смазать. Видно кстати, что качество не особо хорошее. По-любому эти ролики одни из самых дешевых. Но в целом кататься на них можно и за 500 рублей улетят со свистом. А еще был найден полностью рабочий очиститель воздуха от фирмы Борг. Внешне он смотрится просто офигенно. И самое крутое, что он полностью рабочий. В нем даже есть подсветка. Подобные очистители воздуха продают на авито примерно по 3000 рублей. Ну а я пока не планирую его продавать, а оставлю себе. В гараже пригодится. На корпусе есть регулировка скорости вращения вентиляторов. Очень нравится, как он плавно сбавляет скорость. Видно, что вещь не дешевая. Модель очистителя воздуха на экране. Было найдено очень полезное устройство, которое мне очень сильно пригодится. С помощью данного устройства можно подключать жесткие диски, как флешку к компьютеру. И таким образом их тестировать, не вставляя жесткий диск в сам компьютер. Это очень мне упростит задачу в проверке жестких дисков с помоечки. Поэтому данный прибор я обязательно себе оставлю. Выглядит он, кстати, вот так. Скорее всего он был предназначен, чтобы его можно было вставить в компьютер. Но я этого делать не буду. Потому что тогда потеряется смысл вообще этого прибора. Ну а с помощью данных SATA кабелей можно подключить жесткий диск и таким образом его проверить. Помойка дарит возможность проверять жесткие диски. Был найден абсолютно новый тестер качества воды. К сожалению, внутри батарейки нет, поэтому не могу его проверить. Но на вид он как новый и скорее всего полностью рабочий. Такие тестеры новые продаются по 400 рублей. Я его продавать не буду, оставлю себе. Он мне пригодится. Была найдена варочная панель от бренда Weichgevteckel из Германии. На мое удивление, стекло в варочной панели полностью целое. И даже работает сенсор. Только вот комфорки не работают. Поэтому ее и выкинули. В принципе, можно будет продать рублей за 500 на Авито. Заберут на запчасти. Кстати, братва в гараже очень душно, поэтому я нахожусь в нем без футболки. Информация для тех, кто хочет увидеть, как я это все нахожу в помойках. Вот здесь вылезет подсказка. Там мой второй лайв канал, где я в прямом эфире добываю данные находки в помойках. И показываю, как я это делаю. Заходите, подписывайтесь и всех жду на стриме. Был найден древесный уголь полностью запечатанный. Мне он очень сильно пригодится. Буду жарить с помощью него шашлычок. Также был найден кошачий наполнитель. И тоже полностью запечатанный. Я в шоке с людей, почему они выкидывают новые вещи. Также на помоечке были найдены неплохие часы от бренда Swatch. Данные часы оригинальные, на батарейке. Планирую их продать на Авито за полторы или за тысячу рублей. Коробка, кстати, не от этих часов. В том же месте, где я нашел эти часы, были найдены еще одни. Это уже женские, тоже от бренда Swatch. Ремешок, кстати, кто-то рассоединил. Но вот от него детали есть. В принципе, можно собрать этот пазл воедино. Модель часов на экране, они тоже на батарейке. Смотрятся, кстати, прикольно. Там же были найдены документы от часов. И чек на 7369 рублей. Правда, от каких именно часов эти документы, непонятно. Потому что вот этот номер я не нашел ни на этих, ни на этих часах. Но ничего страшного. Главное, чтобы они были рабочие. А все остальное, это мелочи жизни. Также из топовых находок, вот в этой коробочке, была найдена рэперская цепочка. От бренда Not Blank. Выглядит, конечно, очень шикарно. Эта цепочка блестит и сияет. Прям как у рэперов. В комплекте с цепочкой даже есть бумажка, с помощью которой можно понимать, что ее нужно протерять мягкой трепочкой. А еще есть в комплекте стикер. Я зашел, кстати, в их инстаграм и посмотрел, сколько примерно стоит данная цепочка. Как оказалось, это обычная бижутерия. И стоит подобная цепочка в районе 2000 рублей. Пусть это, конечно, не золото и не бриллианты, но все равно смотрится просто шикарно. Правда, с такой цепочкой опасно по улице ходить. Потому что всякие гопники еще подумают, что это золото. И убьют нахер. У меня тут в пожаре уцелел вот такой вот перстень серебряный с огромным камнем. А если еще вдобавок взять вот этот золотой телефон, я просто как будто арабский шейх. Можно с таким комплектом идти и снимать рэп-клипы. Помойка дарит роскошь. Также помоечка дарит джекпот и вот такую вот копилку со сплинтерами. Данная копилка абсолютно целая, выглядит прекрасно. Продам на барахолке. Также помойка дарит букет тюльпанов из мыла. Такого я еще не находил. Пахнут эти тюльпаны мылом, что и логично. Но смотрится офигенно. Они как будто настоящие. Также был найден в коробке настольный мини-бильярд. И кстати в комплекте даже есть две палки. Полный комплект шариков. И даже есть вот такая вот терка, с помощью которой натирают эти палки. В бильярде я не особо разбираюсь. Играл в него пару раз в жизни. В принципе прикольная находка. Но мне он не нужен, поэтому я его положу в сюрприз бокс. А еще нашел себе вот такую поролоновую штучку, которую можно брать с собой в походы и сидеть на ней. Также нашел оригинальный черный рюкзак от бренда Adidas. Он кстати очень легкий и полностью целый. Его можно будет брать на какие-то тренировки или ложить что-то мелкое. В общем я его оставлю себе. Также нашел ауф волка, у которого ампутированы конечности. Я решил его оставить себе. На полочке он смотрится прекрасно. Также нашел вот такую статуэтку. Не знаю, что она вообще означает. Может есть из вас эксперты. Напишите пожалуйста в комментариях. Она мне тоже понравилась и я ее решил оставить себе. Также были найдены настоящие деньги. Вот эту купюру взяли, беспощадно обрисовали. И с этой стороны тоже. Вот кто-то отмечал свои достижения. Первая поездка после бла-бла-бла. Понравилась игра в гольф, поездка на яхте. В эту поездку мы хорошо загорели. Сидим в лобби Spice Hotel, ждем трансфер. Ну кто-то неплохо живет, раз деньги используют в качестве блокнота. А вот эти деньги я вообще не знаю откуда. Также был найден вот такой вот телефон золотого цвета. Я поначалу подумал, что это оригинальная Nokia. Но нифига подобного. Это дешевая подделка. По задней части телефона это прекрасно видно. Да и к тому же этот телефон еще и не работает. Если бы это был бы оригинал, его бы можно было продать как минимум на Авито 1000 за 25-30. Так как это коллекционная модель. Эх, жалко, что помойка обломала. Но не в первый раз. А еще нашел пол бутылки духов для дома от бренда Cozy Home. Я уже посмотрел, данные духи стоят примерно полторы тысячи рублей. И их здесь почти пол бутылки. Ну а с помощью вот этих палочек распространяется по всему гаражу прекрасный аромат. У меня даже дома такого нет, ребят. В гараже теперь запах превосходный. Помойка дарит ароматы, что тут сказать. А еще помоечка дарит витамины. Нашел немного морковки и она даже не гнилая. Буду грызть, макать в сахарок и кайфовать от халявы. А еще помойка дарит супер топовые колонки. Это колонки от бренда Microlab, модель Solo 1. Мало того, что у колонок отличное состояние, так они еще и звучат офигенно. Для такой компактной аудиоаппаратуры я считаю это супер топ за свои деньги. Так как данные колонки на Авито продают в среднем по три тысячи рублей. А мне достались бесплатно прямиком из помоечки. Сетки я снял, я думаю так они смотрятся намного круче. С задней стороны колонок есть радиатор охлаждения, крутилки, где можно отрегулировать громкость, бас и высокие. Также с помощью вот этого разъема подключается второй динамик, а уже через эти разъемы подключается AUX кабель, который даже был в комплекте с этими колонками. Я бы эти колонки оставил бы в гараже не задумываясь. Но у меня уже есть здесь неплохой музыкальный центр, поэтому данные колонки мне уже не нужны. И я их решил подарить другу. Теперь помойка будет радовать не только меня, но и моих друзей. А еще помойка дарит рабочие игровые наушники с подсветкой от бренда Dexp. Смотрятся они кстати неплохо, и звук в принципе достойный. Нужно их только лишь очистить и можно будет выставлять на продажу. Рублей за 800. Наушники от бренда Horus. Наушники USB-шные, с пультом, где можно регулировать громкость, отключать микрофон и регулировать по ходу подсветку. Или не знаю для чего вот эта кнопка. Ну а из косяков в комплекте с наушниками не было микрофона. Но в принципе это не проблема. Самое главное, что помойка дарит игровые наушники совершенно бесплатно. Было найдено большое количество книжек по саморазвитию. Данные книги очень полезные, я планирую их всех прочитать. Особенно вот эту. И конечно же вот эту. Ведь скоро меня ждет радужное веселье. Вот допустим вот эта книга офигенная. Будь лучшей версией себя. Я уже немножко ее прочитал и мне начало уже понравилось. Или вот книга про нутеллу. Или вот книга крутая психология продаж. Я уверен, что после ее прочтения мои находочки из помойки будут продаваться еще быстрее. Или вот 12 принципов лидерского превосходства над конкурентами на помойках. Это то, что мне надо. Теперь с помощью помойки у меня в гараже есть своя мини библиотека. Это супер круто, так как помойка дарит саморазвитие. А еще кстати в той же коробке, где я нашел большое количество книг по саморазвитию. Я нашел огромное количество док-станций для джойстиков от PlayStation 4. И сложил я эти док-станции вот в этот ящик. Их тут примерно штук 80, если не больше. Скорее всего тот человек перечитал книг по саморазвитию. Захотел открыть свой бизнес, но продажи не пошли. И в итоге он все эти джойстики выкинул на помойку. Ну а я их забрал и сегодня уже сделал две продажи. Одну док-станцию продаю по 300 рублей. Внутри коробки лежит новый USB кабель для зарядки. Ну и док-станция, которая выглядит вот так. Обычный ширпотреб с Алиэкспресса, такие там продают новые по 500 рублей. Но все же это намного дешевле, чем покупать оригинальную док-станцию для PlayStation. В итоге у ребятки помоечка дарит бизнес. Также был найден полностью целый коврик для фитнеса. В офигенном состоянии. Он мне пригодится для разборки и сборки какой-то техники. Чтобы она не царапалась, я буду стелить данный коврик на стол. А еще нашел коврик для мышки от бренда Кьюму. Вот этот коврик продам на барахолке, а вот этот коврик оставлю себе. А еще было найдено рабочее охлаждение для ноутбука от бренда Кулер Мастер. Состояние, конечно, не идеальное, но самое главное, что охлаждение работает. Дует прекрасно. На задней части прибора есть переключение режимов скорости вентилятора и кнопка включения-отключения. Смотрится, кстати, задняя часть офигенно. Вдруг кому-то интересна модель на экране. Данное охлаждение планирую оставить себе. Возможно, в будущем пригодится. А еще помоечка дарит баллончики с краской. И они, кстати, полные. Тут есть даже акриловый лак, краска металлик и краска акриловая желтого цвета. А еще нашел удивительную находку. Такое я ни разу в жизни не находил. Особенно в таком количестве. Это целая сумка пуантов для балета. Пуанты от бренда Гришка. И скорее всего они детские. В принципе, состояние нормальное. В таком состоянии пуанты этого же бренда продают на Авито по 500 рублей за штуку. А в этой сумке пуантов килограмм так на 20. Пар, наверное, 40 точно есть. Так что помойка дарит неплохую прибыль. Спасибо вам за просмотр. Прожимайте побольше лукасов. Давайте двигать помоечку в топ.